Тихоныч, я с планшета вот. Вот теперь есть. Это с планшета, а не с компьютера. Тут быстрее. Добрый день. Добрый. Так, что-то... Рад вас слышать. Ну, не пойму, посмотри. Что-то еще. Так, ну-ка попробуй еще, опять голос исчез. О, слышишь, а я вас хорошо слышу. Ну, все, слышно, теперь слышно. Ладно. Ну, рассказывай. Что там у вас? Да, слава богу, все потихонечку. Меня интересует, когда вы домой приехали-то, дома жена была уже? Не, не было. Не было. Ой, простите, я сейчас. Андрюш, все нормально. Работает все. Ага. Давай я тебе перезвоню попозже, хорошо? Давай. Да, приехал мне бы это... Соседка Рая, вы сразу мне... Они на лавочке там сидели, уже темно было. Я подъехал на... Саша, Саш, тут тебе приезжал человек такой, они все бородатые какие-то. Я говорю, да это хорошие люди. Я говорю, знаешь, что хорошие? Они мне, говорит, книги подарили, тебе оставили, с нами разговаривали. Вот, слава богу, хоть вы с ней поговорили, теперь человек начал... Одни в округе начали в церковь ходить, а то же не ходили. Вот не ходили, вообще нет. Да мы это там были, это несколько минут всего. А так их заинтересовало, почему это люди такие издалека и приехали в православие, влюбляют людей в православие. Вот, они привыкли, что хотят, и их головы, и их уговаривали все. А тут, говорит, православные приехали, аж, говорит, как-то неожиданно, говорит. Я говорю, так вот вы же меня не слышите, я вам говорю, стучу, а вы ничего не слышите. А тут люди, видите, за тысячи километров по всему шарику катаются. Да, так мы же с Алтар, в Краснодар приехали. Да, ради вашего же спасения, как вы не поймете. Я говорю, вот если вы не полюбите Христа, ничего у вас в жизни не будет, и жизнь-то будет. Если вот Бог, будет Бог на первом месте, все остальное будет на своем. Не слыша. А вот сейчас, слава тебе, Господи, начали слышать потихонечку. Начали понимать, отрезвляться. А юноша... И вот страх Божий появляется-то. А этот юноша-то как, который у ней был? Ну вот, слава тебе, Господи, он, Жора, такой парень-то нормальный. Ну, знаете, еще как-то мир-то их стягивает, мир больше влюбляет в себя их. Понятно. Я говорю, Жорик, вот как-то... Но все равно уже слышит, вот хорошо, что он слышит. Я ему объясняю, говорю, знаете, вот мы похожи на тех людей, которые едут в машине, и там работает радио. Одни его слышат, а другие его слушают. Вот, говорю, вы станете слушателем этого радио. Это же ради вас, ради вашего спасения. Христос потерпел все нас. Все грехи мира взял на себя, а вы не слышите. Вот для вас это как картинка, и как будто вот что-то произошло. Да вы слезно это почувствуете. Вот когда-нибудь встаньте один наедине, на коленочке встаньте и попросите вот перед Христом, перед иконой. Ради чего я сюда пришел? Ради чего я живу здесь? Вот, не как я живу, а зачем вот здесь я? Ради какой вечности? Вот тогда вы поймете, прослышите. А не слышат так вот. Я, вот, меня на работе все слушают. И вот, я где человека не встречу, я о Христе разговариваю. Некоторые от меня шугаются, а их головы подходят, они начинают со мной разговаривать. А я выйду. Говорю, разговариваю. Так, слушай, Александр. Меня шугаются, говорят, а вы кто? Я говорю, шофер. Нет, ты не шофер. Я оттуда. И вот они от меня это убегают. Ты видишь, у меня кто сзади-то? Это? Володя. Володя. Это Володя. Да я всех ваших знаю. Я же вот, ну как бы с вами живу. Я же всех знаю. Ты мне больше, давай, просто ответь. Вот, когда мы стали с тобой знакомы, переписываться, твои отношения с кем ухудшились за это время? Отношения? Ну, в принципе, у меня не было никаких отношений, а те вот назойливые мухи, как бы я называл их, они вот, знаете, которые привыкли меня эксплуатировать, они отпали. Так, вот так. Но это уже положительно. Это положительно. Но, во-вторых, я начал разговаривать с вашим языком, теперь меня недолюбливают батюшки. О, я-то батюшке хотел спросить. А вы конкретно спросите, батюшка. Вот, есть Слово Божие, и написано, вы записывайте себе 12.48 Евангелие от Иоанна. Запиши-ка. Ну, вот, 12.48. 12.48 Иоанна. Господь говорит, я не сужу. Вот, тут у меня все сбоку всегда. Книги. Так, ну-ка еще покажи. Покажи книгу первую, красную, покажи давай. Каждый день читаю. Вот, смотри, что у него есть. Понятно. Теперь вторую показывай по порядку. А эту каждую в час ночи читаю. Вот, на час ночи читаю. Поднимите маленько, повыше, чуть-чуть. О, замечательно. Молодец. Так. Там написано, Христос говорит, слушай, Александр. О, он говорит, Слово Мое будет судить вас в последний день. Если по слову будут судить, ну, неужели тут непонятно, что по нему надо жить? И когда на первом месте стоит любовь, то Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Не поповские, что на вас навяжут. Ну, правильно. Он же говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих. Иметь судью будет себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Я им про это говорю. Вот. И батюшке, скажите, батюшка, ну, вы верите, что Бог будет судить нас не по вымыслам человеческим, не по нашим отношениям, а по слову? А относительно слова, теперь и мои друзья будут похожи на Христа. А вот, знаете как, я же хотел рукоположиться. И вот почему-то меня всё... У меня же два деда были священники в Хакасии. Их расстреляли в 23-м году. И вот откуда-то у меня оттуда есть. И вот сколько я с вами разговаривал всегда, и вот понимаю, что вот вы после службы стоите и молчите. И Господь вот как-то, Он доводит через вас. Вот знаете, как я не стал есть мясо? Я приехал однажды туда на Азов давно, и приехал, и Пасху отслужили, всё, а матушка мне наложила полная корзина колбасы, мяса, там всякое всё. А батюшка говорит, ну давай, покушаем, и ты поедешь. А уже под утро уже. Я говорю, нет, батюшка, я покушаю, захочу спать. А ехать почти больше ста километров. Я поехал. Еду, а есть охота. И я думаю, сейчас я остановлюсь, отолмаю кусок колбасы, съем яйцо и попру дальше. И вот так открываю машину, большая жены машина, а останавливаю, открываю заднюю крышку багажника, такой захоп, всё. А мне как будто откуда-то изнутри вот такой голос. А тебе слабо это не есть? Я говорю, нет, господи, не слабо. Хоп, крышку, и с тех пор не кусочка мяса уже несколько лет. Не одного больше. Это уже работа. Вина не пью. Телевизор не смотрю. Вроде не бери ни пива, ни вина, ни грамма алкоголя. А я вообще никакой не пью. Молодец. Вот крышку, ничего, ни вина, ни пива, ни алкоголя. Я на день рождения не ходил, знаете почему, на всякие праздники, всё. Надя говорит, ну пойдём сходим. Я вот приду, вначале побуду и ухожу. Потому что я приду, вот они пока нормальные, всё там, как? После третьей рюмки они говорят, ну где твой бог и поехал. А мне до того, я вижу, понимаете, у нас уровень, как бы я учусь в 10 классе, а они только во второй пошли, вот на этом познании. И мне о чём-то разговаривают. Я вот пытаюсь им, говорю, вот вы зажгите в себе свечу покаяния. И тогда вокруг зажгутся свечи ваших родственников. Вы поймёте, что с Богом-то, с Христом лучше жить. Вы влюбите всех в православие. Без этого нету жизни. Нету будущего. Вечность, она не для кого. Вот ради кого он пострадал. Вы чего одного-то не поймёте-то? И вот они мне говорят, ну ты какой-то, знаешь, ты хуже попов. Те хоть что, говорят, пьют, да ругаются, а ты, говорят, и не пьёшь, и не ругаешься всё время со своими книгами и всё время со своими нотациями. Я говорю, да это не ради себя. Это не от того, я хочу вас в православии любить и показать вам, что смотрите, когда Бог на первом месте, всё остальное на своём. Я же своим примером показываю. Я же, вот какой я на работе, такой я дома, такой я в храме. Я же, видите, я не ищу компромисса. Не ищу компромисса. В духовной жизни вообще не должно компромисса быть. Но появляются сразу два лица, две воли. Вот тут я такой, а тут я такой. Нельзя так. А я вообще хотел спросить, Гнат Ильич Ильич. Вот меня всё, мне этот вопрос мучает. Вот, а тут, когда вчера он написал, вы говорите, посмотрите. А я предыдущий смотрел эти ролики, я всё просматриваю ваше. Я пошёл, помолился, встал там в красном углу на коленочке и это... А мне, знаете, как будто откуда-то издалека такое вот... Да ты стоишь на этом пути, ты идёшь по этому пути. Да. И вот я даже как-то услышал и обрадовался, думаю, Господи, вот... И целый день ликовал. Вот встал и... Ошрана. Рождение, Александр Сергеевич, рождение свыше, это на первом месте. И второй пункт, это быть Вадимым Духом Божиим. Никакой лжи, никакого компромисса, никакого страха. Мы здесь в командировке. А я знаю. Мы все дальнобойщики, дальнобойщики все на земле. Ну, важно, какой мы груз везём. Вот что. Это важно. Или пустым проехать, или груз провести. Нет, надо брать того. Господь говорит, мы, говорит, с отцом придём и обитель у него сотворим. Вот да. Вот какие у нас параметры. Важно то, что заставить, влюбить людей в православие, это один вопрос. А во-вторых, это... Всё-таки они должны сами понять, не как они живут. А зачем они живут? Мир-то вот он, дунь. Вот у нас тут страшная авария произошла на Северных мостах. Она в Ютьюбе есть. Авария на Северных мостах, можете посмотреть. Это сын там одного чиновника. Запишите, в Ютьюбе авария на Северных мостах в Краснодаре. Да-да. Очень страшная авария, вот сегодня посмотрите. И тут все люди начинают линчевать его в интернете. Все линчуют, кричат, я им пишу, родные мои. Да у нас всё общество в гордыне болеет. Вы поймите одно, что нам каждому нужно изменить себя. Себя изменить. А то, что мы сейчас его линчуем всем интернетом, суть дела не поменяет. Вот вы вспомните каждый свой грех, вот каждый свой грех, и уже остановитесь на этом. Вот задумайтесь, а что же я-то в жизни творю? Почему я так не живу? Почему я заповеди все забываю Христовы? Ну не живёте, ну хоть приблизитесь к этому потихонечку, идите. Вы влюбите себя сначала, поймите, что Господь ради вас пострадал. Вы почему такие вот неверующие-то? Конечно, это... Я не как назойливая муха, но всё-таки я вот... Я останавливаю, я вот девчонок на работе, давно в церкви была. Ой, они говорят, Александр Сергеевич, я говорю, сходи, сходи. Завтра вдруг помрёшь и вот в ад пойдёшь. Они уже боятся вот этого. Я иду, она говорит, я вот была, я сходила, то всё. Я говорю, вы мне не отчитываетесь. Вот сходили, слава Богу. Вот. Я говорю, вам самим легче. Вы сами вот поймите чистоту жизни. Вот когда Евангелие читать, начинаешь Библию, я давно начал. И вот тебе один горизонт открылся, ты вроде не понимаешь, что там написано. Но горизонт уже открылся, ты уже к людям по-другому. Опять читаешь все 70 книг, 77 сначала, опять. Я же не прекращаю читать. Я до конца, когда я на богослово дочитал, я открываю первую страницу и поехал. Я опять читаю. И Псалтирь я читаю обязательно утром и вечером. Это вот на протяжении много лет. И мне так же голос был. Вот как вот внутренне. Я не выдумываю ничего. Я за батюцу молился, царство ему небесное. И мне сказали, вот, как бы вот, такое как наставление, читай постоянно. И я его теперь читаю утром и вечером. И в Англии читаю, и Новый Завет ваш читаю обязательно. А они мне все здесь стоят. И все книги. Вот быстро я не читаю, сейчас вот второй том дочитываю. Все так вот. Вас теперь просто так не возьмешь. Во втором том, как беседовать с сектантами-то? Как православие должен отвечать? Они со мной не беседуют. Они разошвачиваются. Для себя-то знаете вы теперь? Я им говорю, начинаю говорить. Я, во-первых, спрашиваю, вот, их вы-то... Нет, не со священства начинаю. Не начиная от того, что свидетели вы чего. Я говорю, вы сами-то понимаете. Вот возьмите вот эту сторожевую башню, говорю, откройте в интернете, сами посмотрите, вот, даже на офис на их гляньте. И на нашу старую церквушку. И вас сразу... Они вот начинают ругать. Я говорю, ладно, попов вы ругаете. А вы церковь-то не ругайте. Поп не церковь, запомните это одно. Вот Господь его наделил, поставил Божьему престолу, облачил его, всё святое. И вот этим святым Господь управляет. Господь всё делает. Господь через руки священника. А какой бы, хоть в аду ему гореть, но это Господь делает. А вы должны быть терпеливы. Вот такие попы, говорю, у вас учат терпению. А вы-то слабаки, вы сдаёте сразу. Вот поп плохой и всё. А ты попробуй. Вот попробуй, походи, научи себя. Вот когда вот Библию читал раньше, да, вот начинал читать, то у меня там зачешется, то мне пить охота. А я сижу, нет, не пойду, буду читать. Кто-то как будто в окно камень кинул, ещё что-нибудь. Нет, не повернусь, буду читать. И вот так я на стол. И теперь отстала от меня вот эта вся шелуха-то. Отпала. Я, да я просто по-другому живу и по-другому себя чувствую. Вот я понимаю, что я не раб. Я единственный раб — это Божий. Я не раб страстей, похотей, каких-то социальных стрясок, там, выборов президентов. Я не раб вот этого социального всего. Я вот Божий раб, и всё. А там Бог меня будет судить. Правильно я поступаю, или правильно. И мне, конечно, страшно. Я самый первый грешник. Я понимаю, что вот где-то мне Господь чуть-чуть открыл, но грехов-то у меня, ой-ой-ой. Я же теперь вижу в жизни, как я шаг сделал, так грех. Господи, думаю. Хочешь как лучше, а смотри, грехов-то сколько. А раньше-то не видел же никто их. И сейчас люди ходят, тыкаются и не видят ничего. Да хоть сектанты-то, они не ходят на исповедь. Сектанты-то, беда-то в чём? У них нету священства, но на исповедь не ходят и варятся в своём соку. Ну, безусловно. А так я-то и вас всё прочитал, а теперь всё знаю. Я всё ваше книги уже студирую. Слава тебе Господи, что вы встали из дубаёв. Главное, чего у сектантов не хватает, это епископа благодатного от апостольских времён идущего, херотонии. Поэтому они все не церковь. В церковь входят только те, которые имеют епископа. Это католики, православные, григориане, армяне, копты и сирийцы. Вот пять. Пять сильных, я называю. Со всякими заблуждениями это всё бывало. Но церковь остаётся церковью. Без священства, без этих рук, Златоуст говорит, нет отпущения грехов смертным. А он у меня тоже лежит, я его тоже подсчитываю. Теофан Дотворник там? Это я от Златоуста. А, Златоуста я не увидал. Плоховато. Держи так-то. Григорьевский пишет, да? Ну-ну, пойдём. Это я читал для себя. Он пишет тут о браке, чтобы людям объяснить. Вот с его слов. Я взял эту книгу, читал. Ну, все ваши книги читают. Потому что, конечно, у меня нет времени. Сейчас взял недельку отдохнуть тут. Хотел дома что-то поделать. А дожди идут, ничего не делаю. Тут лампы тут ремонтировал, всё. Машинку подремонтировал. А так вот прихожу, я же телевизор не смотрю, ничего такого. Да, слушай внимательно меня. Слушай. Мне нужна ваша помощь. Чего, Владимир Тихонович? Дело в том, если Господь нас благословит, то в этом году мы поедем в самую дальнюю поездку. Но нам нужно сделать ставку. Вот сейчас мы были в шахтах Ростовской области. Там наша была ставка. Туда мы забросили примерно 4 тонны почти литературы. И каждую субботу загружались и уходили. Возвращались и загружались и уходили. Понедельно. Нам на неделю как раз. Потому что это уже не грузовик такой. Это грузопассажирская газель. Вот. Нам нужна ставка. То есть, что нам нужно для этого? Хорошо знакомый человек, которому мы могли бы доверить этот груз. Чтобы они могли принять его, разгрузить. Площадь должна быть солидной. Бывает там летний гараж или... Но не на пятый этаж. Чтобы без нас могли... Первый этаж. Это примерно где-то Калужская область. То есть, если по прямой взять от нас на Москву, то за Москвой и где-то посередине до украинской границы. Вот примерно в этом промежутке. Нам не важно, районный центр это будет или кто. Вы столько ездите, как дальнобойщик. Нам нужна ставка. Это первый вопрос. Вы везде ездите. Возьмите себе это где-то, запишите, что нам нужна ставка. Куда заслать литературу? Большая площадь даже. Ну, примерно... Калужская область. Ну, примерно, да. Примерно. Ну, мы так смотрим. А, вот, смотрите. А если город и лес вам не подойдет? Нет, не подойдет. Это с этой стороны. Надо на той стороне Москвы. Так вот у меня вот с этой стороны. Нет. Ну, я попробую. Еще раз повторяю. Вот если смотреть с Алтайского края и Москвы, а между Москвой и Украиной с той стороны, посередке вот этого пространства, между Москвой и границей Украины, должна быть вот где-то примерно... Это смолинское направление. Да. Примерно где-то здесь. Почему? Потому что, когда мы вернемся из дальнего путешествия, через Скандинавию, из Португалии, мы сразу начнем здесь работать. И так как мы уже дошли, Воронежская область у нас почти вся пройдена порайонно, Краснодарский край мы полностью обошли. Вы-то в Краснодаре. Краснодарский край. Вот. Теперь что у нас получается? Ставрополье мы полностью прошли, Южные Республики мы все прошли. Поэтому нам нужно только по северу. По северу. То есть вот оттуда спускаться до этого места и взять то, что там за Москвой. А если Господь благословит еще на один год, у нас еще груз будет, книг-то мало уже остается, то тогда мы начнем с этой стороны вплотную к Москве, выше, ниже. Ну, примерно посередине того места, где мы находимся. Ну, вот у меня живут там друзья везде за Москвой. В интернете общаюсь с ними, все. Вот я сегодня им задачу задам. Думаю, будет положительный ответ. Помолишь и... Помещение, где мы оставляем книги, должно быть сухое. Желательно недоступное для грызунов. Теперь, вот одна книга, вот которой две книги, они лежат рядом. Ну, я показываю вам. Видно как? Ну, две книги рядом положи. Вот в каждой пачке восемь книг. А не две и четыре. Вот таких пачек мне нужно 38 в один ряд и рядом второй 38, чтобы такое место было. А дальше мы из них распечатываем. И теперь мы, ну, по одну лежат книги, а по другой здесь. Вот зайдите на форуме. На форуме-то бываете? Ну, конечно. Так на форуме у меня выставлено все, что мы где были. И где мы там были в гараже, написано беседы. Найдите это. Вот такое пример должно быть. Чтобы приехали в субботу, у нас можно было в душ или где помыться раз в неделю. Ага. У нас все свое есть. Нам не... Мы от помощи не откажемся, но не просим ничего. У нас все есть. Вот так. Я записал, да, Дарак Тихонович. Хорошо. Ну, вы мне еще про рождение свыше расскажите все. Про что? Про рождение свыше. Ну, рождение свыше два вопроса. Сразу решайте. Вот сейчас были священники у нас. А я слушал. Слышали? Ну, вот они начинают. Я рожден. Они понятия даже об этом не имеют. Только разговор ведут. Для рождения первый шаг это признать себя погибшим окончательно и бесповоротно. Это вот что необходимо. Чтобы ты сказал, я приговоренный к смерти, и выхода нет. Возмездие за грех смерть. 6.23 римлянам. Вот. Но это надо остановиться и пробить. А то я грешный, я многогрешный. Но это не то. У тебя должно быть осознание, что ты погиб. Никакие исповеди, никакие причастия. Тебя ничто не спасет. Никакие покаяния. Почему? Да потому что каются католики, как сказать эти, мусульмане и буддисты, все каются. А сознание невозможности спастись своими силами. Мы погибли окончательно. И когда мы этот приговор себе вынесли, теперь я говорю, Господи, я погиб. А умереть за грехи это обязательно. Возмездие за грех смерть. Без пролития крови не бывает прощения грехов, Писание говорит. И для этого с неба сходит Сын Божий и делается человеком, Богочеловек. И вот второй момент, это принять Его как спасителя единственного. Никакие ходатай, никто посередине станет. Один посредник между Богом и человеком. Один, единственный. Люди не понимают. А как же мы молимся святителям Николы? Они не посредники. Это ходатай и Господь. Да, это друзья наши. Люди, сектанты, они не понимают и играют на этом. Мы обращаемся к ним, чтобы они перед Господом ходатайствовали за нас. Да. Первый это Христос на первом месте. Теперь я дальше продолжаю. Вы зарядите, я показывал вам. Запишите. Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. Он в моем доме обратился. Он магистр богословия. Благощинный был. И у него есть о рождении свыше. И вот в интернете поищите, посмотрите. Нет, это дело в том, что я вот это все посмотрел. Чтобы рассказывать людям, надо быть в этом, как бы, ну и пережить это безусловно. Понимаете? Сказать. Вот, если человек никогда кислого не кушал, вот попробуй ему объяснить вот этот вкус. Ни за что. А если он никогда не видел красного цвета, вот расскажи ему, что это красный цвет. Нет. Вот надо, чтобы человек, ты сам знаешь, и вот попробуй, чтобы человек сам вот это. А так просто ты не объяснишь. И вот это вот эти места стараюсь, чтобы вот что-то во мне было, чтобы, чем я мог сказать, чем, ну, как бы, более утвердительно, чтобы на что-то... Понимаете, это изменение, это рождение свыше. Это новый человек. Старого уже нету. У меня были какие-то замашки. Я что-то знал. Я знал, наверное, сотни анекдотов. Ну, душа общества был. Но в один момент, это в течение пяти минут, Бог переродил меня. Я встал с колен, я совершенно другой. Я на себя, на сегодняшнего, утреннего смотрю и не могу понять, что это я был. Что мне было дорого, стало далекое и далекое. Я сразу, примерно 30 друзей, всем написал. Мы живем неправильно. За нас умер Христос. На корабль только шагнул, я сразу начал говорить. Вот, в тебе другое будет желание. Тебе не надо уговорить. Ты ни перед кем не будешь горбатиться. Тебя никто не испугает. Никакие инквизиторы, никакие костры. Я пошел за Христом. Им даровано мне жизнь. Он меня мертвого воскресил. Родил, заново дал жизнь. Из гроба поднял. И я себе не принадлежу. И говорить людям, что давайте помаленьку как-то... Они могут помаленьку ходить и воцерковляться, как говорят. Воцерковляться это поганейшее слово. А я тоже его не люблю. Я тоже не люблю. Я еще окормляю. Вот эти два слова, это гнусность одна. Нужно родиться свыше. Шел Саввул, упал, встал Павел. Встал уже Павел. Павел встал. Это другой человек. В тебе другие наклонности, другие мышления. Другие у тебя будут желания. Говорят, у нас должны быть что, те же чувствования, как во Христе Иисусе. То есть, тончайшее разумение и восприятие. Господь сказал, вопрос снят из повестки. И меня ни попы, ни монахи, ни соборы, ни вселенские, никто не запугает. Я все поставил во свет Библии. Вот это подлинное рождение и крещение Духом Святым. У тебя будет все духовное. Ты вот проходишь сейчас полтора, но семь раз в день, если ты здесь, ты обязательно будешь молиться. Тебя сразу на молитву... Я молюсь постоянно. Вот я, знаете как, вот, но нет времени, чтобы я не прошел мимо где-то или не проехал и молитву не прочитал, если я в дороге еду или за рулем. А если дома, то я без этого жить не могу. Это просто, понимаете, это моя потребность. Вот, кажется, если я остановлю себя в это все, мир остановится во мне. Я вот с этим и живу все время так. Я все время живу. Вот было время, когда я себя принуждал к молитве. А теперь мне этого хочется. Мне просто хочется. Это, знаете, вот как какой-то нектар, очищающий, оздоровляющий душу. И вот мне этого хочется. Мне хочется обязательно за кого-то помолиться. И обязательно вспомнить... У меня раньше такого не было, а вот сейчас я молюсь, даже в утренних молитвах поминаю, и мне приходят, невольно приходят, как бы лица тех людей с просьбой, помолись за меня. А их, кого-то нет уже живых. Кто-то там из детства, из юности. И вот они просят, помолись за меня. Вот как... Однажды было даже, вот... Ну не видел, из родичей своих никого не видел, вот честное слово. А вот из друзей многих видел. И вот... А я сейчас за здравие молюсь. Раз, ни с того ни с чего, раз, человека лик всплыет. И тут вот у Вани на работе парень упал, у сына, сын работает, с 10-метрового высоты. А перед этим он как бы сотворил чего, ушел, бросил жену с двумя детьми и связался там с блудницей. И вот тут завалился. Я это узнал, думаю, господи, я его осуждать не стал. Я сразу всем написал в монастыре, всем батюшкам, говорю, помолитесь, слава тебе, господи, ну вот за этого парня. Мне почему-то жалко. И вот потихоньку отходит. Вот мне как-то вот не жалко людей. У меня не жалость, а чувство сострадания к ним. Вот чтобы они очупали... Александр, послушай, давай правильно перекрестимся. На лоб. А я правильно. Да подождите, правильно. Вот, а вот, шрево, где правое, чтобы рука тебе доставала. И левое, точно, чтобы было видно, что ты вот так. Не опускайте ниже. Поломанный крест, видение было, говорит, радует бесов, Ян Златоуст говорит. Серьезно. Вот вы сказали, молюсь всегда. Да, это так. Но я говорю не об этой молитве, которая у нас всегда идет, а именно, я встаю сейчас и встал перед святыми иконами, там или где-то в дороге, и встал я на молитву. На молитву. Что у нас входит? Три святое, знаешь, от царю небесного до още и сто поклонов. Что такое сто поклонов? Показывать не надо, да? А у меня, знаете, что, с поклонами проблема маленькая. Почему? А у меня сломанный позвоночник в двух местах и бедро правое разбито. Я же хромаю. Ну, можно делать другое. У меня делали операцию, у меня три грыжи позвонковых. Ну, я поклоны делаю нормально. Да, и меня, в конце концов, так схватило, что увезли и сделали операцию. И я после этого не мог нисколько, ну, я всем делал, ну, как бы, сведения такое давал, что я не могу кланяться. Но сам все так любил поклоны. И года через четыре или пять вдруг у меня что-то хряснуло, и я стал кланяться. Сейчас абсолютно нормально кланяюсь. Вы этого не делаете, я просто про себя расскажу. Не, я кланяюсь нормально. Семь раз в день, семь раз, вот три святого и сто поклонов, это один раз считается. Пройдет часа полтора, снова встал. Не менее семи раз. Не менее семи раз от всего отойти. А между ними я постоянно молюсь. Но это я там, я родные, близкие, правители, патриарха, епископов, священников. Друзей, мы за всех молимся. Мы договорились молиться за Горбачева, пока он не умер. Мы молимся за этого, Невзорова. Александром его звать, потому что он большие лопатки делает. Я, знаете, я говорю как всем, что плохих людей нету. Есть люди, за которых нужно больше молиться. Да. Все там, да, да, да. Я говорю, вот именно нет плохих людей. Нет хороших и плохих. Есть обстоятельства, но есть люди, за которых просто нужно больше молиться. Вы почему врагами-то здесь на земле стоите? Почему, как вы перед Господом встанете оправдаться, чем будете? У нас сейчас один священник. Вы своего брата. Священник один тут против нас поднялся. Но он и не из нашей области, а и по интернету. Провокационный вопрос задает. А я-то не могу крутить совестью, как они крутят-то. Я прямо и отвечаю. Это не сказавший собор? Нет, он из Томска. Из Томской области. А Седьмой Вселенский собор говорит, что храмы епископ должен ставить только на мощах. Если он не на мощах ставит, то его извергать, запрещать. А я ей сказал, а только злой монашеский ум мог такое выдумать. Епископ это генерал. И под нож из-за мертвого человека выдумать, и что вы делаете там? Да святые, они ниоткуда неизвестно, что обсидели святые, это люди. Но вы это делаете. Но внутри себя понимаете, это несправедливо. Мощи, которые Бог не повелел. Во-первых, не просто мощи, а священномученик. Мученик, который умер. Умер, пытаемый за Христа. И второе, не частичку отмощает, а целиком тело. Житие святого Лукьяна говорит об этом-то. Они ничего не понимают, как он усыпился в интернете против нас. Сейчас нажаловались там где-то в ВКонтакте, там работу заблокировали нам на неделю. Он на любую ложь идет человек. Ну а что делать? Ничего, только молиться. Только молиться. Я каждый день за него поднимаю руки, молюсь. Господи, вразуми его. Он не понимает, что делает. Он просто обуреваемый лживым духом. Он подбил людей на лжесвидетельство. Они не знают ничего. Я вроде делаю то, чтобы разрушить наше государство. Но раньше они подавали попы в списки, сергианство, что враги народа. И ни одного слова не спрашивают, ни доказать не могут. Так, помолитесь, его звать Сергий. Кому можете, скажите, что Бог остановил его безумие. У нас общение, две с половиной тысячи человек было, и на неделю закрыли от людей. А я на форуме, вот первая страница, первая строчка, отвечаю на вопросы. Они ни перед чем не останавливаются. Понимаете, они одного не понимают, что грязь грязью не смывают. Да. Так тут грязи-то никакой нету. Я говорю, это правило меня не касается. Я не епископ, я не могу его нарушить. Но ты-то раньше времени поставленный, Шестой Вселенский Собор, Пятнадцатого правила, ты сплошь и рядом, везде среди нарушений там. Но ему боязно, что он какие-то несколько дней к нам был расположен. И он боится, его теперь зацепят. И ему беда теперь. Живет на квартире, ребятишки, я его понимаю. Но ему надо было просто молиться и больше ничего. А он решил показать себя супер-патриотом перед всеми. Теперь, ай, Игнатий, да я его. И он говорит несовершенно бессмысленные слова. Каждый день ко мне заходит, а я к нему не могу зайти, он заблокировался. А у меня я вижу, что он в Майл.ру каждый день заходит. Его фамилия Дудин. Дудин Сергей. Может на него выйдешь даже, в контакте он бывает. Найди, может быть, найдешь и поговори. Скажи, батюшка, за тебя сильно молятся, Игнатий. Сильно тебе не уйти никуда от меня. Я его задушу в объятиях. Слава тебе, Господи. Так и надо. Понимаете, в чем дело? Вот можно человека из грязи вытащить, да? Одеть, обуть его, преобразить его, помыть. А вот какая грязь в нем сидит, не вытащишь. Он без его воли, без его желания эту грязь не вытащишь. Вот с грязью-то можно вытащить. А изнутри грязь. Человек должен сам копов остановиться, поперхнуться и сказать, Господи, а зачем же я так живу? Зачем я вот так все делаю? Вот в людях вот это. Люди не умеют бояться признаться. Вот бояться признаться. Бояться вот не так выглядеть, не так все. Я говорю, ну чего же вы кривляетесь? Перед Богом одни, а тут другие. В церковь приходишь, вас не узнаешь. Вы такие милые, приветливые, все. Как на улице увижу, там еще где-нибудь. А тут еще хуже, батюшка. Тут захожу, собрался за женой в Сочи. Службу отслужил, захожу, думаю, перекушу в кафе. А там человек вроде на клирах все поет. То есть все, захожу, а он сидит с сигаретой такой деловой. Я как увидал голос, все, меня есть расхотелось. Я развернулся и пошел. Вот как бывает. А у греков это сплошь. Стоит священник и курит, а прихожане подходят к благословению. Он папироску переложил, другую руку благословил и курит. Это даже за грех не считать епископ и курит. Я в Греции работал, я видел. Я там два года работал. Я видел это. Я в Пивее работал. А вас, Надежда-то ваша поддерживает? Да. А знаете, вот мы с ней продружили всего 23 дня в жизни. А живем уже 34 года, 35 лет. Я ни разу ее еще Надькой не назвал. А все говорят, ну как это так? А я им объясняю. Вот знаете, когда вы поженились, вы как молодые же ребята. Скачете, прыгаете, то-се. Как детенка родилась, вот в эту телегу в семье вы запрекаетесь вдвоем и тащите. И вот тут, если кто-то из вас сочканет, второму напарнику вашему будет тяжело. Это первый вопрос. А во-вторых вопрос, но женщина, она все-таки в некоторых вопросах слабовата. Вы тоже проявите свою волю, скиньте где-то там. Ну, не обязательно открывать рот и кричать. А во-вторых, ты посмотри, что не нравится жене в тебе. Много же в тебе. Вот ты для себя, братья. Во-первых, не нравится, да многое, что может не нравиться. Ты себя исправь. Ты почему учишь кого-то, пока себя не исправил? Ты открой в Англии, почитай, что ты где-то песчинку в глазу увидел, а у себя вон бревно, пень в глазу, ты его не видишь. Ты говорю, вот с этого начни. Всегда начинайте с себя. Прежде чем кому замечание сделать, а скажи, а я так поступаю? А вот, родной. А тогда заткнись и помалкивай. Вот исправь себя, а потом будешь замечание делать. Одни прожили 60 лет, и молодые спрашивают, и как вам это удалось? А он отвечает, старик-то, ну мы жили в то время, когда старые вещи ремонтировали, но не выбрасывали. Ну да, да. Я вот как прочитал, как вы сказали, матушка ваша говорила, что 10 детей, что как вы воспитали. А она вот, матушка-то ваша говорит правильно, что некогда вам было. Вы в работе заняты были, все, что... Да, и слава тебе, Господи, и во мне начало было отвлечься до того, что вы дружны. У меня у сестры 9 детей, и вот они-то воспитались все сами собой. Вот посмотри, у сестры 9 детей, у меня трое детей, взрослых уже. И вот те 9 детей, они как вот в вашей семье, они друг за дружкой ходили, убирали, уважали, там скотина, то есть все. И я приезжал и радовался. Пускай у нас всегда непорядок дома, то есть все. Но важно, что какие они хорошие. А чистота, это со временем все придет, когда обзаведут свои. И так оно и стало. Сейчас все выросли. Я хотел спросить, Александр Сергеевич, у вас вот фамилия Марьясов. Заведите мне Александр. Ладно. А Марьясов, это откуда происхождение, фамилия? Марьясов, это есть село Марьясово, Новомарьясово, юг Красноярского края. Хакасия, так оно и называется. Новомарьясово. Почему название Селата такое? Нет, Марьяс это церковное фамилия, имя. Посмотрите в интернете. Марьяс это церковное имя. Или происхождение от моряка. Происхождение церковное, но не православное, а с католического, но церковное. Имя Марияс. Вон как. А вообще, вот она моя, это Юг Краснодарского края, Хакасия. У Хакасии у меня есть Хакасии. Жена моя, Надежда, из Хакасии. Я оттуда взял ее. Вот, но у Марияса вот так оно и есть. А у меня дед был очень богатым. Их в 23-м году, вот, двух дедов расстреляли. Это мои родные братья, моего дедушки Мариясу Айракентия Павловича. А их сослали в Читинскую область всех. На трех, на трех зиму их сослали, как они назывались эти. Сани-то широкие на лошадях. Дровни. Вот на трех вот этих. Все отобрали и на трех лошадках отправили. Отправили их в Петербайкальский район, куда декабристов отправляли. Село Катангар. Вот оттуда мои, как бы, пошло все опять возрождаться. Дед у меня Мариясов, он был верующий, бабка Мария. Отец папка у меня такой, ну, не коммунист, но человек такой волевой тот, который может... Его лошадь кто-то, если на лошадях траливали, его лошадь взяли и скалечили. Он взял оглобли, директора отлупил. И посадили в тюрьму. Он за лошадь сидел в тюрьме, в более золото копал. Ну, он такой, он открытый человек был. Мама-то, конечно, она верующая была, но она и сейчас живая, дай Бог здоровья. А папка нет. И вот, ну, и деды. Вот и мамины родителей они нет, такие неверующие, а папкины родители верующие. Так, вы поняли, в чем я нуждаюсь? Ставки. Понял, Калуга. В этом промежутке или по северне, ну, по прямой линии проведите просто от Москвы, от нашего места. А, я сейчас, я это, я сейчас тут дела поделаю, зайду в интернет, поищу, кто у меня оттуда есть. Примерно это нам нужно на два месяца. На два месяца. Мы в мае туда зашлем, ну, примерно там 25 мая. И на два месяца в среднем. За два месяца мы все везде развезем и уходим. Нынче у нас была ставка исключительно хорошая. Вот, знаете, что я хочу спросить вас? Вот, меня все время спрашивают, а я как-то все, вот, боюсь ответить, пока от вас это не услышу. Так, все-таки было во мне рождение свыше? А это вы сами решите. Ну, вот, я слышу иногда вот это все и считаю, что было, что есть. Потому что вот я иду за Христом. Я иду вот без всякого вот этого фальши, фарисейства, там, вот без всякого вот этого. У вас, когда день рождения был? Четвертого мая. Вот. Духовное рождение, вы можете назвать число, когда родились? Вот, непосредственно, когда со мной вот это все произошло? Ну, да. Вот апостол Павел Моксов, я могу сказать, 27 сентября 62 года в 17.00. У меня это рождение продолжалось примерно 5 минут. У меня был поиск 23 года. А рождение не может затягиваться на долгие годы. Потому что если двое суток идет, это означает, что умерла жена. У человека может накапливаться, видеть, сомневаться, ходить. Но рождение это не длительный акт. Рождение всегда это разовый акт. Или заканчивается смертью. Или проявляется крик ребенка. Дальше он начинает питаться. Видит, до его, он растет. Это все переводит только на духовное. Духовное. Я, например, вопрос этот никогда не задавал и не могу задать. Почему? Потому что перемена была столь разительная для всех, что вот сегодня мне давали характеристику. Я учусь в высшем мореходном училище. Характеристика блестящая. Я пользуюсь авторитетом, член судового комитета, прочее. Но вот я обратился только, и мне в училище дают характеристику совершенно другую. На другого человека это не я. Мгновенно все изменилось. Отношение людей, родителей, братьев и сестер. Это проявляется в отношении людей. Они поняли, я не такой. Я совершенно другой. У меня ничего не стало того, что было, во-первых. А во-вторых, у меня нет другого желания, как прославить моего Господа и душам возвестить о Христе. Это сделалось не то, чтобы я себя к этому побуждал, а оно реальностью стало. То, с чем я не был знаком. Я не знаком с этим. Я тоже помню, это не ей. Вы вот с этой стороны подойдите. Вот мы однажды идем здесь с племянником. Я говорю, вот нужно смотреть, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Римлянам 8-9. Ты можешь причащаться, верующий быть, но Духа Христова имеешь или не имеешь? Второй-то вопрос надо решать. Он говорит, а мне кто должен сказать об этом или я сам должен узнать? Я тогда говорю, хорошо, тема подана к следующему воскресенью, я готовлюсь. И я на эту тему просчитал 77 мест из Библии. Только из Библии. 77. И все это поняли. Священники это не могут сказать. Они о нерождении слышали. Когда вы написали про бороду, все, я с того дня, я как в Библии прочитал, потом, там сколько раз написано, у меня вон на бумажке выписано. Теперь только ко мне пристает, я говорю, вот сколько написано про бороду. Я говорю, она не спасает, но она делает мужской облик. Все, с тех пор не бровится. А, да, к Исину православию там на Брадобритии написано. К Исину православию. Там все каноны, все жития святых. О, вот она, видишь у него? К Исину православию. Там все. Как справочник, она у меня здесь. Да. Но один архивей сказал для других, говорит, это настольная книга. Священнослужащий. Около 40 лет материал собирал. Вы же мне дали лишние книги, я одному священнику подарил. Говорю, вот возьмите, почитайте. Я говорю, тут не все лестно, конечно, а вам полезно. Он, а кем она благословенная? Я говорю, какая вам разница? Вы возьмите, прочитайте. Вы увидите, а кто это пишет? Я говорю, это хороший, я говорю, богослов очень с большим опытом в жизни. А сколько у него опыта? Я говорю, да, наверное, вся жизнь. А кто это такой? Я говорю, ну, поищите, Игнатий Тихонович Лапкин в интернете, пообщайтесь. И вот он прочитал и молчит. Я говорю, ну что? Задумался он. Я говорю, я смотрю, что человек-то задумался. А тут все. И он говорит, а вы читали ее? Я говорю, читал. И как вы? А я говорю, а как вы? Я не могу дать характеристику. Тут каждый должен себе сам дать характеристику. Я-то простой мирянин. Я пришел, вот вам помог службу послужить. И пришел. А вы-то должны, вот, написал он вам про 601-ю страницу, про 602-ю. Ну-ка, откройте, посмотрите, что там Серафим Саровский пишет. Вас страх не дернет за это? Он, конечно, задумался. Говорит, ну а как же я выпрыгнул с этих общих саней? Я говорю, а не надо выпрыгивать. Вы живите. Вы живите по Библии, по Новому Завету. Вы живите по совести. Вот Господь дал волю и совесть. Вот почему живите. А остальное все это приходящее и уходящее. Конечно, ваша книга многих одергивает. Вот побольше бы священникам, чтобы они прочитали их, задумались. Чтобы у них вот это внутреннее... Вот что-то их дернуло, то, что... Они же сейчас многие к мирскому привязались. Вы знаете, я недавно был на архиерейской службе. Приехал там, служба была, на Азове ездил, меня приглашал батюшку. С ним я раньше служил. И вот, когда я вышел с его и подьяконами, ну, они там пошли кушать. Я с ними сел уже после службы. Отдельно от всех, как бы, всех высших чинов. И вот, и они рассказывают про все. И я понял, что... А они ходят на работу. Они закончили семинарий, они ходят на работу. И мне до того стало страшно. Я задал один вопрос такой наводящий. Они мне... А что вы это не едите? Я говорю, да я мясо не ем. Как не едите? Ну, так не ем. Наливают мне. Я говорю, а я не пью вообще. Как не пьешь? Ну, так не пьешь. А ты что, баптист? Я говорю, вы как гаишники. Гаишники спрашивают, а ты что, больной? Я, конечно, считаю, кто пьет, тот больной. А кто думает о спасении души своей, вот тот-то, наверное, задумывается. Пускай я больной. Да, я... Я, как Игнатия Тихонича отвечаю. Я говорю, у меня все болит, но я не болею. Я каждое утро холодной водой обливаюсь. Да, у меня все болит, потому что лома га-перлома. Но я не болею за то. Я болею душой. Я болею переживаниями. Я болею то, что вы так не живете. Я всех вот так одергаю. Говорят, да проснитесь вы, елки-палки. Вы посмотрите, что вы делаете. Елки-палки не говори никогда. Это пустые слова. Да я знаю, что пустые слова, но мне уже когда вот берет такое, что... Все равно никогда не берет. Заметьте, вы другой. Вы на маленьком начните себя... Весь арсенал слов, движений, все пересматривать начните. Господи, ты сам покажи, я другой или нет. И вам будет по-другому. И теперь, вот вы уже сколько времени, как узнали все это дело. А у вас дома собираются люди к вам? Соседи, другие. Вы занимаетесь с ними? Вот сейчас скажу. Как-то... Ну, приходите, поговорим. Ну, пришли. Ну, дома одних пригласил, других, третьих. Все думали, что я тут банкет устрою. Сейчас тут рюмочку долью. Ну, и мы на кухне там с Надей чай скипятила. Там она напекла. Я разговариваю с ним. А смотрю, все. Все, все, все. И я вот... Я говорю, ну, вы хоть что-нибудь сами-то скажите. Вот как вы живете? Вы... Вот все мирское, мирское. Бежите, бежите. Пока дошла балла, на ней добежите, где написано будет. Приехали. Ну, вы сами что-нибудь скажите. И я понял, что им вообще это неинтересно. А потом вот, когда сидят люди, я подойду на лавочки. Они мне начинают говорить. Я говорю, надо бы поболиться, то есть все. И вот половина говорит. Это на любителя. Я говорю, вы что, перед Христом, вы что богохудствуйте? Какого любителя? Вы православные или не православные? Да, православные. Ну, а как? В чем вы православные? Вот вы что делаете, чтобы быть православным? Вот ответьте на один простой вопрос. Ну, как? В церковь ходим. Когда вы ходите? Я знаю, когда ходите. На Пасху, на Рождество. Ну, и еще на какой-нибудь день. Так, да. Ну, вот куличи последствия. Я говорю, знаете, это второстепенно. Христос во главе всего этого. Христос. Ну, вот у меня иконы есть, у меня Библия есть. Я говорю, знаете, Библия-то у вас есть. А вот сколько, как Иоанн Златоуст говорит там, сколько пыли на вашей Библии, столько и ржавчины на вашем сердце. Библия дома это... Да у меня хоть пять штук будет, если я не читаю, какой топ мне от них. Если она есть у вас, вы должны обязательно, каждый день, изо дня в день, 365 дней в году, по два раза на день. А если есть силы, побольше читайте. Вот тогда вы другим станете. А так вы, так ничто не измените. Понимаете, сущность такова, что... Помните, Сократ писал, он пытался изменить мир, потом пытался изменить город, жить, а потом понял, что если не изменить себя, ничего ты не изменишь. Вот каждый должен изменить себя. Он услышит, должен слово Христово. Он услышит, она как струна звенит, должна так чётко напоминать. Вот, 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 где-то близко. И тогда ты поймёшь. А так это всё... Я говорю, разглагольствую... Я говорю, я мимо прохожу, лавочки, мне стыдно слушать. Мне стыдно мимо ходить в школу, Игнать Тихонович. Еду на велосипеде, бывает, что мимо школы, да? Я говорю, господи, и что я там слышу? Я думаю, ну что, у вас родителей нету? Или ваши родители неправославные? Я захожу в школу, у меня директор знакомый, говорю, Надежда, вот мне стыдно возле школы ходить. Вот стыдно. Вы чего этого не слышите? Вы соберите, пригласите батюшку, ну поговорите, пускай с детьми. Вы сами об этом каждый день говорите, что это плохо. Посмотрите, девчонки курят, стоят, матерятся. Это что такое? Если вы... Я понимаю, в семье там не доглядывает, ладно, это семья основное. Но она, ну в семье так, но безусловно в семье так. Если в семье любви нету, она дальше любовь-то не идёт из семьи. Любовь — это жертвенность, это не чувство наслаждения. Это жертвенность, надо жертвовать ради кого-то. Вот любовь. И вы-то можете, как директор школы, пожертвовать вот эту любовь к своим детям? Пойти, посмотреть, поговорить. Вот так, Тихонович. Ладно, давай-ка мы с тобой прощаться будем. И о чём вам сказали, товарищ, а Сергей помолитесь? А Сергей, как вы говорите, священники? И другим батюшкам скажите, чтобы помолились за него. У него воспаление мозга. Сергей нет. Чтобы Бог дал ему, говорится, разума, здравия и вразумления. А то он людей сейчас подбивает на всякие пахости против, чтобы жалобы там... Притом ни одного верного слова они сказать не могут. Но я могу только жалеть и плакать. Ну да. Главное, ко мне заходит, а сам себя заблокировал, к нему зайти нельзя, хоть пару слов сказать. Это чисто поповское. Трусность, прикрытая корыстью. Я вам на прощание скажу. Игнат Тихонович, меня половина, с кем я общался в интернете, до общения с вами, да, до общения с вами, и вот в ваших высказываниях, я был в друзьях, а теперь хочу зайти к ним в гости, а написано, занесён чёрный список. Скажи, за что? А за то, что я говорю вашими словами, словами Библии. Так они пусть опровергают их эти слова, или как это? Зачем? Зачем? Гордыня же превыше всего. У них нет аргументов против Библии. Это не мои слова-то. Я привожу слова-то святых отцов, каноны, на первом месте святая Библия. Это я утридовно сказал, но я говорю именно то, о чём вы говорите. Вот так сказано, вот это вот так. Книга же написана, я найду, вот так сказано. Вот в какое время вы сейчас позвонили, вот в это время, попозже, на один час, вот как мы сейчас заканчиваем, по-нашему будет это 6 часов. Вот в это время звонить начинайте. Вот сейчас мы заканчиваем, в следующий раз запишите. Мне, если думаете выходить когда-то, ну примерно на вторник я вас ставлю. У меня потому что всё занято. Там с разных мест люди звонят. И вот, ну, это по-вашему будет сейчас сколько? У нас будет 6, у вас 3 часа дня. Да, да, да. А у меня планшет, у меня планшет всегда с машины, я в любом месте мобилен. Так что я в любом месте. Аргелах родителям. Спасибо, Господи. Все вам поклонны. Благодарю, что позвонил, поговорили. Ну, вид-то вас хороший, патриарший. Но если сильно будут настаивать кто-нибудь, пойти на священника, вам придётся подумать хорошо. Потому что те, кого они сегодня ставят, они совершенно на открытом пути не готовы. А вы-то подошли бы на это дело. Вот так. То, что вы сказали, им ни одна академия не преподает. Они в академии заканчивают только для того, семинария, чтобы уметь оправдывать любое беззаконие, любой грех. Оправдывать. Только для этого. Больше ни для чего. Я рад, что с вами поговорил. Спасибо, Христос. Очень. Давай, отключайся. Спасибо, Христос. Вот это вот на меня накатило. Перезагрузка системы. А что? Что-то в это время ко мне начала записывать. А что?